здесь у меня в коридоре фотографии моих внуков но это еще фотографии когда они были совсем маленькие пятилетней давности некоторые фотографии уже попозже это див и андрей мои внуки кто интересовался а это вот я сделала такой калаш это я маленькая слева а справа в том же самом возрасте мой внук андрюшка и мы с ним очень похожи это фотография меня с моими друзьями когда мы работали в пурнаволоке ну и множество других фотографий свадьба моя здесь я тоже с малюсеньким внуком моим когда мы еще жили в архангельске это доча моя это я с мамой я эти фотографии разместила на стену также точно как делают англичане уже начинаю потихоньку тоже приобщаться к их культуре хочу и на эту стенку тоже я сделать вот такие вот портреты фотографии они это любят потому что очень часто в домах в английских коридоры вот такие длинные от входа видите и для того чтобы здесь ничего не поставишь они узкие с 80 сантиметров шириной и поэтому всегда почти их просто украшают фотографиями ну вот и я тоже всем здравствуйте друзья приветствую вас на моем канале рада видеть своих новых зрителей не забывайте подписываться на мой канал ставить лайк и смотреть рекламу сегодня я показала вам своих внуков показала вам свои фотографии и вы знаете подумала что то мы с вами не говорили о том как здесь воспитывают маленьких детей в англии может быть будет для вас интересно и эта тема тоже ну я хочу сказать конечно же сразу что я своих детей в англии не воспитывала но все мои наблюдения которые сейчас я вам озвучу с вами поделюсь они все взяты именно из английской жизни то что я знаю от своих друзей и то что я видела и слышала здесь сама и так давайте начнем я вам веду свою съемочку еще с одного великолепного места надеюсь что вы оцените этот красивый мой видеосюжет я старалась для вас как всегда чтобы не просто вы слушали мое повествование но также что-то было для вас красивое и на экране и так давайте начнем так вот британцы отличаются весьма своеобразным подходом к воспитанию своих детей на первом месте у мамы англичанки всегда остается она сама и ее муж и лишь потом следуют их дети до ребенок конечно же часть семьи полноправный ее член но главным британской семье остаются родители и их интересы и в процессе воспитания детей британские родители никогда не будут тратить свое время и силы они пытаются все это экономить вот как наши например российские женщины полагают что дети должны жить лучше своих родителей и руководствуются девизом лучшее детям лучшее это значит самое дорогое самое качественное но то есть все в ущерб себе чтобы у ребенка непременно было все самое самое британская мама никогда не считает что у ребенка должно быть все исключительно самое самое допустим дорогое и качественные какие-то новые вещи нет там где можно сэкономить на каких-то покупках для ребенка она обязательно сэкономит и здесь скорее всего вот такие вот экономные англичанки они будут покупать своим детям вещи в секонд-хенде это не считается вообще зазорным и даже после того как в секонд-хенде она эти вещи купила она может купить там же игрушки а потом снова продает все это чтобы вернуть какую-то часть денег обратно экономик прагматизм распространяется на все аспекты жизни жителей великобритании и дети здесь конечно же не является исключением мы с вами много гуляли по кабуцейлам я вам показывала каждый год вот эти вот распространенные такие секонд-хенды рынки под открытым небом кабуцейлы так вот там вы наверное тоже заметили огромное количество детских вещей игрушек каких-то колясок каких-то я не знаю больших там лего еще что-то вы можете найти и все это покупается я смею вас уверить что все это очень хорошо здесь эксплуатируется по нескольку раз но надо отдать должное также англичанкам что когда вы покупаете вот эти вещи на кабуце или детские то там все чистенькое все очень аккуратненько и я помню однажды по bbc я смотрела какой-то детский канал канал для мамочек вернее даже и там одна правматичная англичанка она советовала мамочкам английским покупать своим детям вещи одного цвета какого-то нейтрального цвета допустим зеленые или серые может быть синяя она это объясняла тем что вам не придется раздельно стирать эти вещи вы сэкономите воду электричество вы можете все эти вещи стирать сразу одновременно что еще удивляет о бактериях вирусах и прочих вот этих страшилках российской медицины здесь англичане вообще никогда не задумываются ну я говорю конечно вынесем за скобки сейчас нынешний коронавирус который может быть все изменит но раньше мамочки здесь никогда не задумывались что надо стерилизовать соски например ребенку что надо мыть игрушки многие мамы даже не гладят вещи своих маленьких детей в младенческом возрасте ну зачем это же лишняя трата времени ну и потом англичане совершенно искренне считают что британия очень чистая страна и дома как вы знаете они могут прекрасно ходить в уличной обуви ну и если вдруг кусочек печенья выпал у ребенка изо рта упал куда-то даже на дорогу на улице то заботливая британская мама поднимет этот кусочек обдует его и снова даст кушать ребенку ничего здесь странного но для них это не считается каким-то таким знаете жутким преступлением что еще часто меня просто поражало они же как вы знаете всегда с собой берут детей в очень раннем возрасте путешествуют и вот этих детей я часто встречала маленьких ползунков в аэропортах когда ждут отлета самолета в зале в переполненном в огромном можно встретить наверное стайку детей которые кто-то бегает а кто-то вообще ползает по вот этому вот общему вестибюлю в аэропорту этот ребенок ползает хватает ручками потом он подходит к маме она ему дает какую-то там поесть печенюшку и он ее ест и опять роняет и может даже с этой печенюшкой ползать в руке держа ее по полу кто бывал в британских аэропортах наверняка это видели и согласятся со мной что еще может удивить тех кто не знает о британском воспитании то что английские мамы никогда не кутают своих малышей они считают что вот так вот с детства детей надо закалять и очень часто можно встретить на улицах английских городов идет мамочка катит колясочку сама мамочка одета в какую-то шубку в какую-то теплую куртку иногда даже шарф намотан потому что на улице 5 градусов тепла а вот ребенок посмотрите в колясочке у нее одет вообще очень легко и даже часто с босыми ножками он сидит в этой колясочке и мамочка считает что таким образом она поднимает его иммунитет она его с детства закаляет и также в школах можно часто видеть как на уроке физкультуры выводят ребятишек на улицу во двор и могут усадить их просто на асфальт дети одеты очень легко я повторяю некоторые даже просто в шортиках с голыми ногами на улице зима и хотя конечно не минусовая температура но где-то градусов 5-7 и вот так вот усадить детей на голую землю на асфальт они считают в порядке вещей все это здесь вот так практикуется вполне нормально что касается детского питания здесь тоже британские мамочки как правило не заморачиваются и где-то с года уже ребенка они спокойно переводят на общий стол вот надо сказать что здесь конечно детское питание в каком-то большом ассортименте и разнообразии вы не встретите ну какие-то может быть пюре нестле в основном я видела производителей каких-то марок разных здесь вы тоже не встретите все это весьма скудно и ограничено ну и поэтому наверное вот стараются ребенка кормить уже взрослой пищей с годовалого возраста и часто можно встретить где-то в пабах в барах когда приходят родители со своими маленькими детишками годовалыми там даже специально есть такие стульчики для этих детишек их усаживают дают им картошку фри не заморачиваются и ребенок кушает эту картошку фри за милую душу ну и вот как раз то о чем многие спрашивают почему столько много толстых сейчас здесь в Великобритании можно встретить людей а вот наверное именно поэтому о здоровом питании детей никто вообще не задумывается и все эти фастфуды все эти чипсы картошки фри все эти фанты спайсы и пепсикулы приводят к тому что у ребенка с детства уже неправильный обмен веществ также греть разогревать пищу для своих маленьких детей вынув из холодильника никогда британская мама не будет я помню однажды такая тоже была история смешная когда русская нянечка работала в британской семье она старалась как могла для своих английских деток подопечных и однажды она достала йогурт из холодильника и стала его на водяной бане разогревать потому что холодный и когда пришла британская мама то она просто поразилась зачем же греть йогурт что вы делаете там практически непонимание произошло нянечка говорит как же можно давать из холодильника холодное ребенку а английская мама настаивает на своем что греть ни в коем случае не надо вот вы знаете я все это вам рассказываю и может сложиться впечатление что я какой-то вам негатив тут собрала как обычно бывает знаете непонимание может возникнуть так я хочу сказать что я например наоборот полностью приветствую вот такое вот воспитание которое здесь практикуют англичанки и вот такое вот отношение к своим детям вот в частности могу опять сказать как реагируют англичанки английские мамы на капризы своих детей они стараются вообще на это не обращать внимания или стараются ребенка сразу же чем-то отвлечь другим самое правильное решение и поступают так почти все мамочки и вот вы знаете на улице например я практически никогда не встречала чтобы дети английские орали ревели капризничали какое-то долгое-долгое время как например бывает у нас можно встретить знаете в истерике бившегося ребенка и мама тоже самое орет или не знает как с ним себя вести здесь такого не встретишь вообще считается по британским понятиям что если ребенок у вас на улице вот такую закатил истерику то это большой позор его маме что она его неправильно воспитала это считается вообще признаком дурного тона никто конечно этой маме не подойдет и не скажет что безобразие ваш ребенок тут на улице орет и заливается нет но они эту маму в общем-то посчитают абсолютно не умеющей воспитывать своего ребенка как уж там мамочки добиваются вот такого вот олимпийского спокойствия своих малышей и что на самом деле английские детишки очень редко когда впадают в какую-то истерику или орут практические детки на улице такие спокойные просто поразительно как слоны но вот говорят что для того чтобы вот такое вот спокойствие у ребенка воспитать прибегают некоторые английские родители к тому что оставляют ребенка если у него вдруг истерика крики какие-то требования в маленьком возрасте они его оставляют одного уходят и ребенок пооров накричавшись понимает что уже ничем тут никто ему не придет и не поможет и вот таким вот образом вот эти истерики стихают я уж не знаю насколько психологи относятся к таким историям правильно ли поступают британские мамочки но хочу сказать что это имеет свое положительное воздействие и дети у них спокойные просто очень ну и еще вы вероятно тоже знаете и много раз слышали от меня тоже что повзрослевших детей очень рано родители стараются выпихнуть в скобочках так скажем во взрослую жизнь как правило это происходит сразу после окончания школы дети должны обретать свою полную самостоятельность финансовую независимость и свободу ну и даже вот я вам рассказывала что многие 18 лет уходят в какое-то съемное жилье в съемную квартиру даже имея огромный дом и тут нельзя сказать что все дети в восторге от этого потому что те кто намерены дальше продолжать свое образование идти куда-то в университет им приходится зачастую выкручиваться и очень очень сложно найти какие-то средства на обучение и на свою жизнь но взрослые никогда не помогают своим чадом здесь это не принято понимаете и жить вместе под одной крышей тоже не принято и как правило родители британские никогда не помогают финансово своим повзрослевшим детям и вот встречаются например дети с родителями очень не часто после того как дети вышли в самостоятельную жизнь для поддержания семейных связей ценности каких-то достаточно увидеться один раз в год на рождество и это будет вполне понятно да кстати я совсем забыла вам показать еще один прикол вы же наверное тоже в курсе что английские мамочки своих деток очень часто купают просто в кухонной раковине и вот это вот пошло и давным давно даже они говорят что вот смотрите и раковины похожи как раз на детские ванночки и пробка в раковине есть и почему бы этим в общем то не воспользоваться но это говорит опять о том что англичанки очень берегут свое время и заниматься специально какой-то кубкой ребенка в ванночке нет проблем его посадить просто в раковину и спокойно из-под крана помыть и вот интересно заметить что при всех вот таких кажется бы казусах воспитательной жизни вот такого эгоистического отношения родителей к своим детям тем не менее любовь и уважение у детей к своим родителям остается и дети вырастают вполне адекватными взрослыми которые умеют себя достойно вести в любой ситуации и несмотря на все проблемы казусы которые бывают встречаются в английских семьях как правило дети вырастают спокойными людьми с устойчивой психой и стремлением к балансу они очень любят и уважают семейные ценности и стараются все это привнести в свою семью также ну вот такой мой короткий рассказ для вас друзья мой короткий рассказ оказался наверное слишком даже длинным хотя я затронула как вы понимаете только самую самую малую часть воспитания детей в английских семьях я вам рассказала в основном только о младенческом воспитании и я сейчас хочу попросить всех кто посмотрел это видео пожалуйста если кому то понравилось ставьте лайки и пишите ваши комментарии если вы хотите продолжение я могу рассказать продолжение как здесь воспитываются детки в школе в подростковом возрасте ну и какие школы здесь есть я уже вам эту тему обещала рассказать о частных школах и об общественных школах английских поэтому друзья пожалуйста пишите свои комментарии ставьте лайки не забывайте смотреть рекламу а на этом я с вами прощаюсь на сегодня берегите себя всего вам доброго пока пока